Сохранить бани как объект социального назначения. Такую задачу ставит перед собой губернаторская программа «100 бань Подмосковья». В рамках ее реализации был отремонтирован и реконструирован известный банный комплекс в городе Видное. Приятно, что это событие произошло в год его 60-летия, рассказывает наш корреспондент Екатерина Чернышева. В 1954 году была открыта общественная баня в городе Видное. За 60 лет в ней не проводилось капитального ремонта. И, конечно, вопрос о необходимости приведения бани в должное состояние назрел давно. В июле этого года она была закрыта на ремонт. Из бюджета городского поселения Видное было выделено более 6 миллионов рублей на эти цели. Были отремонтированы кровли и печь, произведены монтажные работы, сантехнические, устройства вытяжки, замена окон на пластиковые, установлены новые двери, ремонт гардероба, замена кафельного покрытия, освещение. Было сделано все, чтобы посетители чувствовали себя комфортно в новых условиях. 18 декабря состоялось торжественное открытие бани. Горожане давно готовились к этому событию и были во всеоружии в этот день. Поздравить виновчан и посмотреть баню приехали представители администрации Ленинского района, которые дали высокую оценку проведенным работам. Вот эта губернаторская программа, которая получила свое начало буквально в прошлом году, она дала такой хороший очень стимул для того, чтобы мы все-таки этот проект реализовали. И слава богу, что так получилось. И городской совет депутатов, и городская администрация отнестись к этому с пониманием внимательно. И имеем реконструированную баню в отличном состоянии. Стоит отметить, что жители города были сами инициаторами начала ремонта. Именно с этим вопросом инициативная группа и обратилась в совет депутатов. Вот назад мы обратились жители с просьбой навести наконец порядок в бане. И мы на сайте депутатов после таких жарких споров утвердили выделение средств на капитальный ремонт банного комплекса. Потому что я считаю, что баня, которая находится здесь, это в сердце города, это такая его душа. Поэтому я очень рад, что пожелания избирателей, пожелания жителей города, они наконец-то исполнены. Анатолий Григорьевич Матюхин, директор банного комплекса, не без гордости провел экскурсию. Банный комплекс сразу же после открытия принял посетителей. Сегодня морской день. Все здорово сделано, все здорово, прекрасно. Светлее стало, как-то уютнее. И вентиляция нормальная, все здесь отлично. Я живу напротив, тоже здесь в общем-то 70-х годах хожу. Были проблемы, когда бы они не было. Неудобно было ездить. Ездили и в Федюково, ездили и в Москву. Вот сейчас, конечно, радостные события. Приятно видеть обновленный облик бани. То есть, ну и санитария, и все, по-моему, на высоте. Ну, парная была всегда прекрасная. Большое число посетителей из города Видное и Ленинского района, а также из других населенных пунктов Московской области, связано не только с долгой историей бани. Потому что немного бань вообще в Подмосковье и Москве остались именно дровяные. А сама дровяная печь, она имеет свой вкус, свой запах, свой аромат. Да, и по тому, я говорю, у нас очень много гостей, которые приезжают с Москвы, с Подмосковья, чтобы только вот из-за того, что у нас деревянная, с дровами печь топится. Впереди новогодние праздники. И наверняка найдутся желающие попариться в бане 31 декабря. Приходите, только будьте осторожны. Как я мог оказаться в Ленинграде? Бедный. Мы пошли в баню. С легким паром. Спасибо. Екатерина Чернышева, Александр Ильин, Евгений Садовский. Видное ТВ.